Это, друзья, конец улицы Луканина. Это бывший районный узел связи. Был здесь, у меня другая, мать работала. А вот это старый молкозавод. Отсюда в Москву уходили фуры, нагруженные молоком, сыром, творогом. Иногда кто-то уже приватизировал. Хотел поближе, еще забора не было месяца два назад. Вот, чтобы поближе подойти. Маленькие здесь бегали, собирали циферки, пятерочки, четверочки, такие пластмассовые, чтобы сыр запихивали. Зачем? Для чего, не знаю. Но все, теперь я уже не могу близко снять. Вот эта лесная дорожка идет от молокозавода в город. Сейчас расскажу вам одну занимательную историю, которая произошла с одной женщиной, которая работала на молокозаводе. Эту историю рассказала мне моя мать. Это было уже давно, матери уже давно нет живых. В общем, работали они на молокозаводе, вот на этом, который я показываю, к которому сейчас я подъеду. Она работала, ей надо было работать ночью, вернее, во вторую смену. Ей подруги сказали, не оставайся в ночь. Пошли вместе домой, пока светло. Вторая смена кончалась в 12 ночи или в 2, будешь возвращаться одна. Она говорит, ничего страшного, была небоязливая. Вот поэтому лесу ей пришлось от молокозавода идти пешком. И вот ночью какие-то, то ли пили они всю ночь, мужики, выходят двое из-за сосны. И руки так расставили, они навстречу идут. Это вот, как раз было, вот где-то, наверное, на этом участке. Вот молокозавод там. В какую она сторону ушла, я не знаю. То ли в эту, то ли вот туда, к школе. Это неизвестно. Но факт тот, что она испугалась до такой степени, что хотела закричать караул. И как заорала на весь лес, ура! Ура! И эти мужики бросили от нее бежать. В общем, она не поняла, что случилось. Не знаю, это байка или нет, но это рассказывала мне моя мать. Это было, наверное, еще там в 50-е или, может, когда-нибудь. В начале 50-х, когда работал, молокозавод нормально функционировал. Вот здесь, по этой дороге, есть одна яблоня. Когда в школе учились, ходили рвать яблоки. Яблоки. Я таких яблон еще не видел. Это яблоня, но если мне сейчас 60, а она, когда я учился в 4-м классе, уже такая и была. Ей, я думаю, больше 100 лет. Может, 100. Это уже поотпиливали. Вот такая вот яблоня. И на ней каждый год есть яблоки. Она забыл. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас мы спустимся в самый конец улицы Луканиных Еще раз проедем мимо этого молокозавода Очень хотелось снять молокозавод Но, к сожалению, я не успел Летом не снял, сейчас там поставили забор Видно, кто-то купил территорию Будет строить, наверное, тут дом А вот там на берегу, что интересно, это уже из истории Когда мы были в четвертом классе, наверное, здесь был к речке такой песчаный обрыв И вот отсюда разгонялись И прыгали, и на заднице по песку к речке съезжали Ну, прыгали, прыгали, короче Песок обваливался, обваливался берег этот И раз-таки и посыпались гнилые доски Да, это как раз вот все Вот он, этот обрыв Здесь вот асфальт положили сейчас Обрыв Вот отсюда вот посыпались гнилые доски Потом мы стали их вытаскивать Вытащили четыре гроба Гроба-скелеты такие стлевшие Уже, наверное, им, не знаю, лет, наверное, по 300 Уже такие аж черные И мы потом перестали прыгать Не знаю, что здесь было за захоронение Кого тут захоронили Не знаю Идем Знакомый просил Зайти показать красную набережную Подписчик Сейчас тут понастроили Я не знаю, найду ее Я не найду, но постараюсь выйти По-моему, вот эта вот Улица Красная набережная В лесу Да, это она Бабульки стоят Она прогуливает Где-то у меня тоже знакомая жила Лена Кометчикова Не знаю, на этой, не на этой Пойду Бабулик Лечу Красная набережная Надпись Так что смотри, дорогой подписчик Улицу Красную набережную На которой ты приезжал И где жил твой друг Бык Где-то он здесь жил Но мы Это более Моложе поколение Это уже, наверное, у вас 90-е годы были А мы-то здесь Ошивались в 70-х Вот не помню, где-то справляли Новый год То ли в этом доме То ли в том доме Какой-то По этой стороне Лена жила знакомая И, собственно, заброшки Куплены дома, не куплены И выходит все это К началу Кореи И к концу Люди богатеют, расстраиваются Снизу родник Не знаю, есть спуск или нет Раньше был спуск А, ну есть Вот это течет Кунала Которая превращается в пруд Когда у меня колодца своего не было Я сюда на велике ездил за водой Какая-то водичка колодезная Многие из этих домов Входят за водой Здесь тоже окуней полно Вот отсюда и берет Начало пруд Наверху улица Красная набережная Кто-то сделал мосток Белье полоскать Только кроссовки поможет Ну вот, собственно Здесь больше ничего интересного и нет До начала улицы Братьев Луканиных Здесь получается Субтитры сделал DimaTorzok